Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Из окна 8 этажа выпала 38-летняя женщина. Трагедия произошла в первом часу ночи в доме по улице братьев Касимовых. О происшествии в полицию сообщил сожитель погибший, который очень переживал, что не успел спасти дорогого человека. Несмотря на большую разницу в возрасте, проблем в отношениях не было, рассказал сожитель погибшей. Жить в гражданском браке они начали всего три месяца назад. Этой ночью они вместе выпивали, а когда мужчина ушел провожать родственников, случилась эта трагедия. Я пошел поговорить с матерью и с дочкой. Дверь захлопнулась? Да. А она в квартире осталась? Да. То есть вы не видели, как она упала, да? Нет, она только в стаж, я говорю, это я падаю. Я тяпку пошел, сбегал на кухню, начал рубить дверь. И она в это время выпала. Мужчина все время повторял, что не успел спасти любимую, ведь под его догадком женщина ждала от него ребенка. Что стало причиной падения с высоты, установят эксперты. У женщины осталась 20-летняя дочь и 4-месячная внучка. Нетрезвый водитель стал виновником аварии на улице Васильченко. Иномарка Ауди на всем ходу врезалась в припаркованные машины и после этого перевернулась. Мужчина заявил, что причины ДТП стали отказавшие тормоза, а вовсе не его состояние. Иномарка выезжала с территории предприятия. По словам очевидцев, скорость машины была значительно выше допустимой. В какой-то момент Ауди вильнула в сторону. Автомобиль снес металлический забор и врезался в автомобили, которые стояли на парковочной площадке. Как охранник говорит, то что он на скорость не сбавляя, даже не в этот шлагбаум, а в забор прям. И в мою машину, моя машина туда, и своей еще и это заделали. Легковушка, которая приняла на себя основную силу удара, выкатилась на дорогу. А вторая так и осталась стоять на месте. Ауди после столкновения завалилась на бок. Водитель сумел выбраться из салона через боковое окно. Пьяный. Алкоголь показал, 500 промилль что ли там, что-то такое. Мужчина, управлявший немецкой иномаркой, несмотря на показания алкотестера, утверждает, что сегодня не выпивал. По его словам, причиной аварии стали внезапно отказавшие тормоза. Машина долго стояла, на луже проехала. Я не рассчитался на луже, что тормоза надо высушить. У меня тормоза отказали вообще как ноль. Тормоза отказали, и я выскочился. Кроме ремонта двух автомобилей, водителю Ауди придется оплатить восстановление забора и шлагбаума, который во время аварии снес его автомобиль. Взял в плен собственную супругу вместе с грудным ребенком. Мужчина таким образом пытался выманить у жены деньги на спиртное. Семейная драма разыгралась в поселке Зяб в набережных Челнах. Молодая семья, там за ребенком. Жили супруги тихо, рассказывают соседи. На людях не ругались, хотя ходили слухи, что дома частенько случались скандалы. В нетрезвом состоянии ни жену, ни мужа не видели, говорят люди. Такого, чтобы алкоголизмом заниматься, конечно же, не было. Но все равно, как все обычные люди, с ребятами отдыхали они иногда. В то злополучное утро супруг был пьян. Придя домой, начал просить у жены деньги на очередную дозу алкоголя. По версии следствия, муж избил свою супругу, а после связал ее и не давал возможности позвонить. Когда он вышел из дома, девушка смогла таки дотянуться до телефона и сообщила о случившемся родственникам. Те, в свою очередь, позвонили в правоохранительные органы. Приехавшие на место сотрудники МЧС вскрыли входную дверь. Молодая мама с грудным ребенком не могла выбраться из спальни. После случившегося 28-летняя женщина неделю пролежала в больнице. Прокуратура города признана законом постановления следователя о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Наберчелны по статье «Незаконное лишение свободы в отношении двух лиц, в том числе заведомо малолетнего». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет. В Казани серьезная авария произошла на пересечении улиц Университетской и Профсоюзной. Там не поделили дорогу таксист и водитель за рулем Лады Гранты. Удар был такой силы, что одну из машин развернуло на 360 градусов и отбросило на газон. Таксист ехал по улице Профсоюзная. Молодой человек за рулем Гранты поднимался по второстепенной улице Университетская. Несмотря на знак «Уступи дорогу», водитель на Ладе не притормозил. Вы не знали, что ли, что у вас знак «Уступи дорогу» вот здесь? Да знал я. Просто засмотрелся то, что это какое... Ну, тут одностороннее движение и смотрел налево, как вот. Уже нормально себя чувствуете? Да, конечно. Молодой человек обвинил в случившемся таксиста. Говорит, мужчина, управлявший китайским авто, ехал на огромной скорости. Однако таксист не признал этого. По его словам, скоростной режим был превышен у парня за рулем Гранты. Видимо, такая скорость была, что меня аж полторы тонны машину выкинуло в эту сторону. От удара китайский автомобиль развернуло на 360 градусов и отбросило на газон. К счастью, на тротуаре никого не оказалось. Обе машины получили серьезные технические повреждения. Никто из людей не пострадал. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. На улице Вахитова столкнулись иномарки Тойота и Опель. Таксист, управлявший японским автомобилем, рассказал, что ехал в прямом направлении по автобусной полосе. Слева от него перед светофором стоял Опель. В какой-то момент водитель, управлявший немецкой машиной, резко повернул направо и, по словам таксистов, даже не включил поворотники. В результате водитель на Тойоте врезался в правый бок Опеля. В аварии никто не пострадал. А на улице Интернациональной в поселке Константиновка автомобиль Део врезался в припаркованные на обочине автомобили. Виновник аварии не стал дожидаться приезда сотрудников ГАИ и ушел с места происшествия. Как рассказал хозяин Део Некси, он припарковал свою машину на площадке между Ладой Калиной и Жигулями четвертой модели и пошел на работу. В какой-то момент ему позвонили и сказали, что в его автомобиль врезалась другая иномарка. Со слов очевидцев, спускался он вот с той стороны, с горы сюда, и не сворачивал прямо, вот там есть следы его, то есть, прямо сюда вот как ехал, прямо, то есть, на поворот. Или не вписался, не знаю, человек или был в алкогольном, пиневом состоянии, это уже другой вопрос. От удара Некси развернул, и она врезалась в Жигули четвертой модели. Кроме того, Эспера слегка зацепила Ладу Калину. По мнению инспектора в ГАИ, владельцу последней крупно повезло, что его автомобиль не оказался на пути неуправляемой иномарки. Факт остается фактом, что виновник ДТП скрылся с места происшествия. По словам очевидцев, в Део Эспера находилось трое мужчин. После аварии водители и пассажиры самостоятельно выбрались из салона автомобиля. Они осмотрели разбитые машины, после этого человек, который был за рулем, запер дверь легковушки, и все трое ушли с места происшествия. Как говорят автоинспекторы, такое нежелание встречаться с сотрудниками ГАИ чаще всего говорит о том, что водитель был нетрезв. Хотя, если даже это доказать не удастся, виновника происшествия все равно лишат водительского удостоверения. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого доброго. Эфир продолжит темы. Редактор субтитров А.Семкин